Всем привет и сегодня ко мне в руки попала вот эта коробка с умными часами от фирмы HotWave. Хотя на самой коробке никаких опознавательных знаков насчет фирмы нет. Есть только надпись SmartWatch и на обратной стороне коробки описаны некоторые функции этих смарт-часов. Все функции как вы видите в принципе обычные для любых смарт-часов. Ладно, давайте вскроем уже эту коробку и посмотрим что там внутри. Открываем коробку, достаем содержимое. Так, в коробке больше ничего нет. Итак, комплектация такая. Есть кабель с магнитным креплением для зарядки. Также есть инструкция, а точнее руководство по применению. На разных языках, русский как видите присутствует. Ну и конечно же сами часики. Вид у них довольно таки брутальный, как у защищенных телефонов этой же фирмы. Обзоры были ранее на канале. Это в принципе и вся комплектация и давайте сейчас посмотрим на часы поближе. Так, часы имеют прямоугольную форму, металлический корпус. На часах есть одна рифленая кнопка сбоку, отвечающая за все. На обратной стороне есть такая же, только металлическая и не кнопка, просто рифленая выпуклость. Экран на часах 1,69 дюйма. И да, кстати, часы имеют водозащиту IP67. Нижняя крышка из пластика, здесь есть контакты для зарядки и всевозможные датчики. Ремешок силиконовый, довольно таки массивный, с рисунком как протектор колес. Шпильки на ремешке быстросъемные, так что вы можете без труда быстро заменить ремешок, если он вам не понравится. Так, теперь давайте пробежимся по меню этих часов. Листаем влево, у нас меняются циферблаты. Листаем вправо, опять меняются циферблаты. В общем, свайпы по бокам меняют только циферблаты и ничего больше. Свайп вниз вызывает небольшую менюшку с четырьмя значками. Бесшумный режим, настройка яркости, настройки и выключение. Также тут есть информация о батарее, число, месяц и день недели. Свайпом вниз вызываем основное меню, где можно найти такие функции, как измерение активности, сердцебиение, сна. Потом есть функция сообщения, спортивный режим, таймер, кислород в крови, QR-код для загрузки приложения, музыкальный плеер, калькулятор, измерение давления, кнопка спуска камеры, упражнения на дыхание, игра, настройки и погода. Игра, кстати, не очень понятна, но вроде как нужно на космолете облетать другие корабли. Как-то так. Также я уже скачал приложение, сейчас его откроем и посмотрим, что там за функционал. Итак, первая вкладка и на ней у нас отображается разная информация о нашей активности, о нашем сне и о частоте сердцебиения. Вторая вкладка это GPS трекинг. Здесь есть пешие прогулки, бег и велосипед. Все на открытом воздухе, чтобы отслеживать по GPS. Третья вкладка это настройки, тут мы сразу видим, что за устройство подключено к телефону. Дальше идут настройки циферблатов, сначала отображаются те, что уже стоят в часах. Потом идет немалый список тех циферблатов, которые можно загнать в часы и поставить. Дальше входящий вызов, то есть на часах будет выведена информация о звонке. Потом уведомления, можно выбрать откуда получать, а откуда нет. Умные напоминания, здесь о том, что нужно пить воду и что нужно прогуляться, если вы долго сидите. Потом режим не беспокоить, можно также выстоять, чтобы часы периодически замеряли пульс, давление, кислород в крови. Дальше функция найти устройство, сделать фото, настройка погоды и еще по мелочи. Время подсветки экрана, сброс настроек и тому подобное. Ах да, забыл еще сказать, что можно и свой циферблат соорудить. Подобрать цвета, выбрать обои, ну и так далее. Ну а четвертая вкладка это профиль, там содержится информация, которую вы о себе укажете. По итогу могу сказать, часы довольно интересные. Подойдут они, конечно, не всем из-за своего брутального вида, но любители такого стиля, я думаю, оценят. Стоят они недорого, порядка 30 долларов, а за такие деньги это отличный экземпляр. Да, кстати, живут от одного заряда порядка 10 дней. Редактор субтитров Д. В,&юр Advisory, пишите комментарии. Таким пульс, поддержите аккуратно. ficou болееmitt crop. Редактор субтитров А.Семкин. Такимaye, также важнее. И еще через секуньбу очаг cher.